Друзья, всем привет! С вами канал Графин и я Владимир. Сегодня мы с вами продегустируем 7-летний Ballantyze blended scotch whisky. Пойдемте со мной в студию и попробуем, что это за напиток. Друзья мои, буквально неделю назад я ездил в Воронеж и заехал в метро и увидел там этот виски. Давно на него смотрел? Не совсем давно, потому что как мы с вами знаем он появился только в двадцатом году на наших прилавках и вообще появился в производстве. Ну как бы я его пропускал все время мимо и некогда было его попробовать. Тем не менее мне многие писали, спрашивали, я его купил. Купил я его за 1600 там с копеечками рублей. Средняя его цена на сегодняшний день как раз 1600-1800, хотя я читал, что по акции где-то кто-то со скидками умудрился его купить за 1200. Тем не менее, не знаю, не готов сказать какая-то цена хорошая или нет, ну 7-летний виски, так что можно его попробовать. Все мы с вами знаем прекрасно основателя Джонша Ballantyne, который кстати в 1827 году в 19-летнем возрасте начинал выпускать этот виски, делать и уже тогда выпускал 7-летний, хотя закона о сроках выдержки виски еще тогда не было. Сейчас мы с вами знаем, что минимальный возраст должен быть там 3 года, а тогда он уже тогда экспериментировал это дело. Поэтому в память о нем, скажем так, компания Chivas Brothers Limited, которая кстати владеет сегодня этим брендом и выпустили в прошлом году этот напиток. Поэтому давайте его пробовать вместе, потому что я его не пробовал. Итак, бутылочка 0,7, как я сказал 1600 рублей, 40 процентов алкоголя. Вот такая квадратная бутылка. Все мы с вами знаем из истории, почему она квадратная, потому что во время сухого закона очень удобно было прятать в одежду, в портфеле, в сумке. И по сей день эта бутылочка осталась. Одним словом, историю Ballantyne все уже знают, поэтому рассказывать много о ней не буду. Давайте ролик сделаем коротким, быстренько его продегустируем. Тем более напомню только еще, что этот виски, пожалуй, если не в тройку, то в пятерку лучших виски мира. По объемам продаж не входит, не в лучших, а именно продаваемых, скажем так. Хотя, может быть и так, не знаю. Давайте его пробовать. Одним словом, вот такая бутылочка, здесь металлическая пробка, скажем так, жестяная пробка, без какого-либо дозатора, вот такая пробочка. И сразу наливаем. Если вы обратили внимание, у меня прям такой бокальчик от Ballantyne, не знаю, будет видно, не будет на камеру видно, с надписью Ballantyne, Ballantyne, Джордж Ballantyne, и поэтому надо произносить Ballantyne, как бы так, потому что всегда все говорят Ballantyne, Ballantyne, просто хорошо, да, как Буна Хама, Буна и ладно. Так, напиток свежий, в принципе, это купажированные виски, 40% алкоголя, как я сказал, естественно, с фильтрацией. Насколько я знаю, или читал, вернее, что в состав вообще Ballantyne входит до 50 спиртов, они скупают и делают разные купажи. Этот виски выдержался непосредственно 7 лет в дубовых бочках и 6 лет до выдержки в бочках из-под бурбона. Вот, собственно говоря, коротко, что об этом виски сказать. Цвет красиво-прозрачный, вы знаете, я хочу сейчас изменить своим правилам и попробовать его, так сказать, на первый нос, на первый глоток. Вот мы только что его налили, да, не даем ему даже подышать, а сразу давайте его попробуем, как я сказал. Ну, цвет подкрашенный, слегка, я так думаю, потому что это купажирный виски. А я, кстати, знаете, что давайте, все-таки, пока он минуту еще подышит, прочитаю состав, здесь есть на этикетке, здесь написано, срок выдержки виски наименьший срок вот так 7 лет, висковые дистилляты выдержаны дополнительно в бочках из-под бурбона, как я сказал, но здесь не укажен срок, состав купаж висковых зерновых выдержанных дистиллятов и висковых солодовых выдержанных дистиллятов, вода исправленная, краситель. А, ну да, краситель есть, как я сказал. Вот и все, тут как бы все просто, все доступно. Единственное, что мне непонятно, в каких именно бочках первые 7 лет он выдерживался. Этого нигде нет, поэтому этого не понимаю. Итак, давайте его пробовать, друзья мои. Ну, спиртовозности нет сразу, даже без отдыха. Ну, 40% вообще нет спиртовозности. Мягкий, вкусный, легкий вкус, хотя очень даже интересный, неплохой. Такой фруктовый, мягкий, сладковатый, но он раскрывается, чувствую, он раскрывается. Скажем, с дохами что-то новое здесь ловлю. Немножко сливочный, совершенно нет каких-то деревянных ноток. Такой, я бы сказал, сладко-фруктовый, если коротко. Какой-то, если может быть, аромат чуть-чуть. Такой травяной, может быть, чуть-чуть. Какие-то специи. Ну, как-то так. Давайте сделаем небольшой глоточек, друзья мои. Вкус повторяет аромат. Такой же сладкий цветочно-фруктовый вкус. Быстрый посовкусие. Спиртовозности практически нет. Легкое-легкое такое жжение. Ну, как-то вот так. Но вы знаете, надо быть все-таки объективным. Давайте ему дадим 10 минут подышать. Друзья, 10 минут пролетело, и мы с вами сейчас его продолжим дегустировать. Итак, единственное, что я не забыл сказать, что срок выдержки здесь, вернее, дата выпуска этой партии непосредственно 19.09.2020 года, то есть чуть меньше года назад был развит напиток. И я оговорился, сказал, что 6 лет выдержки, 7 лет выдержки в дубовых бочках и 6 месяцев до выдержки в бочках из-под бурбона. Хотя, опять же повторюсь, в каких именно бочках изначально выдержалось, нигде не написано. Итак, поехали его дегустировать. Он уже подышал, довольно-таки как бы набрался, отдохнул, можно так сказать, и поехали. Ну, вы знаете, аромат ненамного раскрылся. Такой уже практически остался. Больше ванили добавилось. Больше немножко такого фруктового аромата. Ну, только, знаете, я бы сказал бы теплый летний вечер. Вот так вот с этого очень приятный, такой сладковатый, фруктовый. Я пока здесь не чувствую, есть грушовые нотки. По мне даже здесь немножко даже из персика. Дерева нет совсем. Немножко оттенок ванили и сливочного такого сладкого сливочной риски. Все, практически вот как бы так. Не очень сложный аромат, но приятный. Давайте теперь на вкус. Небольшой глоток за вас, друзья. Вкус тоже, в принципе, не поменялся. По-прежнему те же самые ноты практически, что и в начале. То есть, видите, не слишком выдержанные риски. Можно, в принципе, пить и без отдыха. Хотя чуть-чуть он стал, наверное, чуть-чуть даже помягче, я бы сказал. Чуть-чуть по продолжителю может быть посевкусие. Во вкусе такой посевкусие сладко-сливочный такой вкус. Такой риски сливочные. Немножко ванильки чуть-чуть совсем. Какой-то травяной такой оттенок чуть сильнее появляется. Такой, знаете, сено немножко какой-то вкус. Но фрукты во вкусе как-то особенно я не чувствую. По мне, знаете, нет здесь ни яблока, грушу, может быть, то, что я себе внушаю, что здесь она есть. Больше здесь нет такого персика. Как-то такой больше вкус. Свежего персика причем. Ну, как бы для меня. Давайте еще глоточек, друзья, за вас небольшой. Ну, в целом, вы знаете, виски приятные. Приятные, вкусные, интересные. Единственный момент, что его как позиционировал для коктейля. Для коктейля даже жалко. По мне, его можно пить в таком виде. В чистом виде очень даже интересный, хороший. Для коктейля вообще будет замечательный. Потому что вкусы здесь не такие яркие, не такие насыщенные. Такие сбалансированные, мягенькие. Ну, и, как я сказал, такой теплый летний вечер. Очень прекрасный такой, нормальный. Я бы сказал бы питки хорошие. Даже может быть гастрономические виски. Но не больше всего. Под сигару, мне кажется, он не пойдет. Слишком простоват, наверное, для сигары. А вот так вот подвыпить, скажем так. Под мясо, под шашлычок. Даже очень ура, как гастрономический напиток. Одним словом, друзья мои, по акции 1200-1300 однозначно брать. За 1600 я тоже не жалею. Неплохой. Идет он потихонечку. Ну, а дороже это уже, наверное, не знаю. Там можно, наверное, что-то поискать поинтереснее. Так что, друзья мои, хорошие напитки на ваши столы. Всем вам благ, благополучия, удачи, любви. И всего самого хорошего. За вас. Друзья мои, ну, а теперь легкая или маленькая презентация, вернее, скажем так. В следующий ролик я планирую записать ирландский 12-летний виски спейт-бушел или бушел, скорее всего, бушел. Правильно, я не знаю про изношение. Молодая ирландская дистиллирия. Сам не пробовал, поэтому предлагаю вам в следующем ролике продегустировать этот виски.